Всем здравствуйте! Привет-привет! Мы вновь на водоеме. Сегодня 29 сентября, пятница. Мы в Рогушкино. Вот посмотреть немножечко правее нас лодочная станция. Но, как всегда, места там не оказалось. И мы вот через протоку. В прошлый раз мы тоже в пятнице отдыхали. Отдыхали. Рыбалили. Ну и отдыхали, само собой, разумеется. Вот было наше место вот за этим камышом. Сейчас там тоже место занято. Но они с ночевкой, ребята. Мы дождались. На этом месте тоже были рыбаки. У них удачный... Весь улов мы не видели. Но был на 10 килограмм сомик. Вот такой они разрешили мне заснять его. Ребятам повезло. Коля, да ты ему волшебное слово скажи. А глянь, что он творит. Не хочет, подождите. Не хочет, вот так... Ух ты, ну да, справиться с лыжем. А сколько же он весит? Дорогалка, не лишняя. Окей, да. Вы не вмешивали? Свет у меня почему-то. Но у меня не одно. Сидите. А на что поймали? Вот. Ну, сам лиланчик, маханьте. Хвостик-то расправил. Отпусти хвост. Вот это классно. Сейчас по морде как сдаст. Обалденно. Ну, а мы спешим, темнеет сейчас рано, и мы спешим разбить свой лагерь. Так как уже все-таки вечера прохладные, вот, мы уже организовали домик, палатку поставили, если ночью нужно будет укрыться. Александр Васильевич, как всегда, занят спиннингами, снастями. Забросили на пеленгаса, мы уже забросили. Вот. И все-таки мечтаем в этих местах, знаем, что есть хорошие сазанчики. Вообще места здесь, если честно сказать, вообще классные. Сегодня мы увидели сомика, наичудеснейшего. Если честно, то я впервые вживую такого повстречала. Вот. И надеемся, что и нам когда-то посчастливится. Надежда нас никогда не покидает. Вот. Ну, будем ждать. Может быть, вечером. В прошлый раз мы к утру, у нас было с вечера, было поймано 6 пеленгасов. Сейчас какая-то пока тишина. Но. Все отчитаемся. Всем доброе утро. Теперь уже 30 сентября. Ночь прошла без единой поклевки. И на 7 утра сейчас тоже у нас нет ни единой поклевочки. Перезаряжаем спиннинги. Но рыбаков с утра... Показываю. Особенно вот туда, вдаль. Вот за этой протокой, повторюсь, что лодочная станция, на которой мы обычно раньше останавливались. Но так как места занимаются заранее, то мы на этом берегу. Ну, недалеко от того же места. Практически. Мы видим по количеству желающих поймать свою золотую рыбку. Вот. Ну, особо, прямо сказать, как... Когда в прошлый раз звон шел со всех сторон, не понимали даже у нас. Звенит колокольчик или у рыбаков на лодке. Сейчас пока тишина везде. Так же, как и у нас. Вот. На улице все-таки уже похолодало. Ночью видно заморозки. Трава вся в ине. Утром на траве, как иний. Получается, по почве заморозки. В воздухе-то нет. Это, я обратила внимание, бутылка. Такая, думаю, соль, что ли, выступила. Попробовала. Но, как иний. Это снежок. Так что вот так. Ночью уже некомфортно себя чувствуешь на природе. Ну, солнышко вот встает. И жизнь скоро наладится. Мы вот пытаемся развести небольшой костерок. Потому что руки мокрые. И их надо как-то греть. Чтобы рыбалить. В рукавичках не получается. Ночь начинали. Прятаться от холода. Отдыхать, не знаю, в палатке. Но хватило нас ненадолго. Потому что все-таки уже холодно. Ночью. И пришлось перейти в машину. Остаток ночи мы провели в машине. Ее можно хоть немножечко прогреть. Конечно, остановить потом двигатель. Ну, и продолжать отдыхать. Или хотя бы согреваться. Ну, что? Пожелаем себе ни чешуи, ни хвоста на сегодняшний день. И будем ждать конечных результатов. Прошлый раз, прошлую пятницу, мы стояли вот за этими камышами. В тот раз нам удалось поймать 15 пеленгасов. Пеленгасов. Вода была... Ну, уровень воды был заниженный, пониженный. Сегодня, когда мы приехали, воды тоже практически не было. А за ночь она поднялась. Если к тому месту, понад камышами, можно было пройти, понад водой, то сейчас этого уже сделать нельзя. И вот уже подбирается к спиннингам. Хотя они вчера стояли у нас с вечера на берегу. По погоде особо тут сейчас рассказать тоже не могу, потому что в Рогожкино почему-то интернет не ловит. Поэтому состояние атмосферное мы не знаем. Единственное, с прошлым разом, когда пеленгас все-таки ловился, был очень сильный ветер, шквалистый. Сейчас практически штиль. Вот даже камыш, он и не шевелится. Как эти все явления отразятся на нашей рыбалке, будем наблюдать. и рассказывать вам. Первый поклев. Половина девятого утра. По-моему, рыбчик. Вернее, был один сход недавно. До этого времени рыба молчала у нас. К'я killer. Ре roof. Солочи. Ре離ка. Это рурят, кстати. Спасибо. Спасибо. kapit. И вот это, Продолжение следует... 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 Уронить тебя! Ты что? Тебя ждали. Да ладно. С усиками. Сейчас я его взвешу. На бою. На бою. Хорошо я понял. Только пара сцел. Слышу. Все я слышу. Тихо. 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 Кило 315. На сегодня он рекордсмен. Вообще большие были. На бойл. Александр Васильевич сказал, что поймался на бойл. На верхний крючок. Мы видим поближе. Вот так. Вот и подходит к концу наша сегодняшняя рыбалка. Два часа дня по Москве. Мы потихонечку начали сматывать удочки. Спиннинги в нашем случае. Их у нас сегодня стояло 7. Подводя итоги сегодняшнему дню. У нас один сазанчик на кило 300. И два рыбчика. Их сейчас вам не показываем. Так как мы приняли решение их сразу почистить. Но как мы их вынимали из воды, это было в фильме показано. Что за причина? Пеленгаса вообще не было. Ни поклевок. Ни сходов. У сазаната были вроде как на сазаньях, при кормах сходы. А пеленгаса вообще не было слышно. Что за причина? Неизвестно. Вода потихоньку пребывает. Солнечно. Почти безветренно. Ветерок есть временами. Но практически безветренно, я бы сказала. Поэтому причина такого явления нам непонятна. Пеленгаса также пытались ловить на нерис. На сухой, задепилированный. И прикорм. Прикорм, на который мы обычно ловим. И неплохо клевала. Ссылка на видео указана под этим роликом. Сазана ловили на макуху и бойлы. Отдохнули. Последние денечки солнечной нашей осени. Закрытие сезона мы еще не производим. То есть у нас еще будут выходы на воду. В матовой удочке мы обнаружили тихо сидящий еще одного рыбчика. Поэтому немножко в итоге у нас будет три рыбчика. На что поймался? На пенопласт. Обыкновенный пенопласт. Отлично. Вынимая последний спиннинг, еще один рыбчик. Четвертый. Не упусти его. Так что, говорят, цыплят по осени считают. И вот все-таки конец рыбалки немножко изменился. В результате у нас получилось пять рыбчиков и один сазанчик. Просто последние рыбчики сидели почему-то не шевелясь на спиннингах. Когда уже стали собирать мы их в кучку, обнаружили вот такую находку. Великолепная пятерка и сазан. Я бы так назвала сегодняшнюю рыбалку. Подписывайтесь на наш канал. Следите за нашими действиями. И будете в курсе всех событий. Всем пока-пока. До встречи на водоемах. Субтитры сделал DimaTorzok